Я уже упоминал о том, что если бы в воздухоплавании в своё время не перестали использовать водород, то уже давно, тем более с учётом современных материалов, было бы замечено, что на те же высотные аэростаты, помимо аэростатической силы, действует и некая другая сила, раз в 15 меньше. Сила, которая, на мой взгляд, является антигравитационной и которую, кстати, можно увеличить на основе использования эффекта Бифильда-Брауна и, соответственно, создать такой конструкционный материал для будущих космических аппаратов, на которые не действовала бы гравитационная сила. Речь идёт о таких микронесущих элементах, в которых эффект Бифильда-Брауна проявлялся бы на наноуровне и компенсировал гравитационные силы. И именно с использованием солнечной энергии. Здесь же мы поведём речь о своеобразных тепловых аэростатах, в которых нагрев сейчас используется пока что лишь только для того, чтобы уменьшить плотность несущего газа. Мы же попытаемся оценить то, к чему приведёт нагрев не воздуха, а именно гелия, естественно, в оболочке, которая исключит потери этого самого гелия. Исключит именно за счёт нагрева его на небольшую величину. Ведь ясно же, что нагрев обеспечивает своего рода круговорот газа в оболочке и компенсацию процесса его охлаждения. То есть, в принципе, оболочка вполне могла бы быть и замкнутой. Но в то же время копирующий и процесс дыхания, в частности, у тех же птиц. Особенностью которых являются чрезвычайно развитые лёгкие, имеющие объём во много раз больше, чем у наземных животных. И у которых, как и у обычных аэростатов, нагревается в основном поступающий извне воздух, без которого тот же тепловой гелевый аэростат вполне мог бы обойтись. В то же время достаточно взглянуть хотя бы и на экспериментальные данные об изменении плотности газа в зависимости от его температуры, чтобы сделать вывод и о том, что приращение, по крайней мере, аэростатической силы является максимальным при минимальном нагреве газа. И, соответственно, при максимально возможной интенсивности его круговорота. И такого рода гелевый и тепловой аэростат был бы первым шагом на пути создания реальных гравелётов.